Всем привет, вы на канале Суперкит. Когда-то, когда нам начинал открываться Алиэкспресс, стало модным иметь портативный внешний аккумулятор, в народе более известный как Powerbank. Я тоже не остался в стороне в то время и купил себе готовый вариант, обзор на который выходил в одном из первых видео на канале. Также я купил и наборной, пустая коробка и собственноручно установленный туда аккумулятор 18650. Впоследствии пришел к выводу, что для меня это абсолютно бесполезное устройство. На рыбалку не хожу, в дороге не нахожусь настолько долго, чтобы успеть прибить заряд телефона. Тогда собранный на заводе Powerbank Penning решил использовать в качестве источника тока с перепрошитым карманным роутером с прошивкой Zyxel под 3G USB модем. Был период, когда это было актуально, так как у меня был планшет, на котором интернет можно было получить только через Wi-Fi. Потом планшет продал, а сим-карту стал использовать в смартфоне, что сделало связку роутер плюс 3G USB модем почти бесполезной. А оттого и Powerbank перестал использоваться. В итоге свой Powerbank Penning я зарядил и разрядил за 6 лет раз 30. И как ни странно, он вообще не просел по емкости. Хотя срок немалый. Это очень чувствуется по просевшему аккумулятору в старом смартфоне. Сразу после покупки Powerbank Penning как раз ровно один раз заряжал мой Redmi 3. А сейчас можно произвести несколько циклов заряда смартфона, так как у него аккумулятор еле живой. Собранный же Powerbank я переделал под свой супер девайс. Для заряда смартфона почти не использовал, так как и дома, и на работе есть розетка с 230 вольт. А от дома до работы не настолько далеко, чтобы успеть разрядить любое из своих устройств. Да даже если и разрядить, это не катастрофа. Все равно я почти всегда там, где есть розетка. А назвать меня смартфонозависимым тоже сложно. Но вот 2022 год и временно существующая террористическая организация Российская Федерация решила получить по морде, что она уже делает. Кстати говоря, уже скоро намечается очередной юбилей в 130 тысяч. Но пока в конвульсиях она еще барахтается и проблемы приносит. Это заставило меня, как и многих других, приобретать абсолютно бесполезные по нормальной жизни устройства, тот самый Powerbank. В связи с резким спросом на подобные устройства, они начали расти в ценах. Пока я выбирал, они стали дороже на 20%. Решил посмотреть на Алиэкспресс и даже нашел, но выяснилось, что китайцы не отправляют в Украину аккумуляторы. Вообще, ни в какой форме, ни в качестве готового Powerbank, ни в качестве поштучных товаров. То есть всем известные 18650 сейчас в Китае купить нельзя. Китайцы их не отправят. В связи с чем такой прикол именно по аккумуляторам, без понятия. Любые другие товары купить можно. Так или иначе, но учитывая рост цен, я все равно решил собирать сам. Пустые коробки на Powerbank в Китае купить можно. А 18650 решил брать БУ с разборки разных устройств. На OLX много предложений по этим вопросам. На момент, когда это все собиралось, где-то октябрь 2022, нашел вариант БУ аккумуляторов 18650 с емкостью 2600 мАч по 40 гривен за штуку. Осталось только подобрать для них корпус. И тут я подумал, что собирать слишком большой Powerbank не хочу. Ведь он получится тяжелым, его сложно будет зарядить полностью, ведь это явно будет требовать больше времени. Но при этом это будет все те же два порта USB плюс один порт Type-C. И понимая количество своих устройств, которые мне нужно будет заряжать, принял для себя, что более правильным будет купить больше одной коробки под 18650. Но на меньшее количество аккумуляторов каждое. Насчет зарядки больших по емкости внешних аккумуляторов сразу добавлю, что я знаю про быстрые и мощные зарядки, но все это только увеличивает стоимость проекта. Но все равно не решает вопроса веса такого устройства и маленького количества USB портов для подключения заряжаемых устройств. Ну и еще одно из загаданных пожеланий, даже в моих относительно небольших внешних аккумуляторах, должна быть быстрая зарядка. Не только самого Powerbank, но и устройства, которые я буду заряжать. Тем более, что как минимум мой новый смарт обладает таковой. Быстрая зарядка делится на много классов, разные токи, напряжения и мощности. Но мне нужно хотя бы немного быстрее обычных классических USB с напряжением в 5 вольт и током в 2 ампера. Итак, как уже стало понятно, купил две коробки для 18650. Одну на 16 аккумуляторов, вторую на 5 аккумуляторов. Также решил приобрести и современный USB тестер с Type-C, который работает в любом направлении. То есть у него может быть в любом из портов и разъемов как вход, так и выход. Также в этом тестере есть и microUSB. В своем предыдущем тестере я сам приделал microUSB, так как без него было неудобно. Стоит отметить, что у коробки на 16 аккумуляторов 18650 есть два стандартных USB. Оба могут заряжать по технологии быстрой зарядки, но цветом обозначены разные стандарты. Как и сказал, Type-C работает в обе стороны и вход и выход. А также есть возможность зарядить получившийся Powerbank через microUSB и от зарядки для iPhone. Кроме выходов и входов под провод, есть здесь и выход на беспроводную зарядку. В случае таковой будет особая индикация на дисплее. Кстати, при любом из вариантов на экране будет видно, каким образом происходит заряд от Powerbank. В случае с меньшим коробком под аккумуляторы 18650 есть лишь один разъем Type-A для быстрой зарядки. Еще один разъем работает на выход для классических 5 вольт и 2 ампер. Ну и все так же с Type-C работа в обе стороны. И также microUSB и вывод под iPhone. В меньшей коробке беспроводной способ заряда не предусмотрен. В обоих вариантах в границе экрана вмонтирована кнопка в виде значка энергия. При нажатии на нее можно увидеть остаточную емкость в процентах. Поскольку теперь у меня будут случаи, когда Type-C будет использоваться с обеих сторон провода одновременно, ведь я могу к Powerbank подключиться по Type-C и вход на смартфоне у меня тоже Type-C, решил закупить соответствующих кабелей. А также купить из обычного USB в Type-C, чтобы у меня был набор возможностей в подключении как разъемов, так и длины провода. Ведь иногда, когда и телефон, и Powerbank в одной руке, то удобнее их соединить коротким кабелем, чтобы он не болтался. Тестер также решил купить новый. Этот тестер стоит порядка 10 долларов, в отличие от дешевых тестеров, один из которых я переделал и использовал до появления нового, который стоил около 1 доллара. Ко всему докупленному добавил и зарядное с функцией быстрой зарядки. По-моему, за 120 гривен купил в Авроре. Оно, конечно, не на 33 ватта, как было в комплекте с моим смартом, но все равно быстрее раза в два заряжает от стандартного. Кстати, ради интереса, проверил, как мой смартфон реагирует на такое. При подключении пишет, что идет быстрая зарядка. А при подключении родного зарядного пишет о турбозарядке. Получилось почти то, что я ожидал. И точно больше по емкости, чем я мог бы купить в готовом аккумуляторе. Поэтому я не сильно разочарован. Как я говорил в начале, разочарован лишь тем, что мне в принципе пришлось это все покупать. И не только это. Интересное значение выдал тестер на аккумуляторе из 16 штук 18650. Показало чуть более 30 тысяч мАч. А заряжало очень долго, потому что заряд был через microUSB обычным зарядным на 5 вольт. Но когда я стал заряжать быстрым зарядным, то принятую емкость насчитало лишь около 7000 мАч. Что очень мало. Неясно, это тестер так считает при быстрой зарядке или еще что-то. Скажу честно, что подобные варианты сборки собственноручно я не очень люблю. Кроме плюсов, а это и возможность собрать любую емкость, и возможность использовать уже имеющиеся аккумуляторы, или как в моем случае доставшихся по очень приемлемой цене, есть и минусы. И они существеннее плюсов. К минусам я бы отнес кощунственное соединение всех аккумуляторов параллельно, безо всяких защиты схем. Так, если один аккумулятор начнет сдавать, он начнет тянуть остальные, и выявить это крайне сложно. Да и не уверен я, что такой самый простой и дешевый способ увеличить емкость не скажется негативно в принципе на аккумуляторах, что в свою очередь повлечет их падение в емкости, причем достаточно быстрое. Придется озадачиться и качеством контактов. В подобных устройствах нормального контакта не может быть в принципе. Аккумуляторы фиксируются ненадежно. Они могут съезжать со своего посадочного места, из-за чего перестанут участвовать в работе. А если и не перестанут, то плохой контакт может вызвать и куда более серьезные проблемы. А уж если аккумуляторы как у меня БУ, а на них остались следы точечной сварки, то это совершенно не способствует качеству контакта. И это я не говорю про то, что покупая аккумуляторы бывшей в употреблении, совершенно не ясен период их жизни, сколько циклов заряда и разряда они уже пережили, и в каких условиях происходили эти циклы, что мешает прогнозировать их срок службы в дальнейшем. Вы будете думать, что емкость сильно упала по непонятной причине, а причина вполне понятна, контакты отойдут, и у вас в использовании останется меньшее количество подключенных аккумуляторов. В то время как в готовых сборках единственный аккумулятор надежно припаян. Поэтому я не могу советовать между вариантами нового и БУ именно БУ. Это крайний способ. У коробки на 16 аккумуляторов 18650 есть отдельный ее дополнительный минус. Когда происходит разряд посредством подключенного устройства, экран все время светится. Причем экран не получится никак отключить. И это лишь кажется, что такой экран ничего не потребляет. Но он потребляет, и за время разряда он потребит весьма немалый процент. Я сталкивался с таким экраном в лазерном уровне, в котором аккумулятор уже готовился к смерти. Так вот, если принудительно выдернуть шлейф из платы, то уровень работал достаточно долго. Как только подключал экран обратно, проценты таяли на глазах, постоянно уменьшая значение остаточного заряда. Казалось, что эти проценты исчезают словно по таймеру. У меня реально сложилось ощущение, что этот экран потреблял больше, чем лазерный уровень с одним включенным диодом. На коробке для пяти аккумуляторов 18650, после подключения устройства, начинающего разряжать Powerbank, экран отключался через несколько секунд, и на нем оставалась лишь индикация того, что идет разряд. Вроде устройства однотипные, вроде выполнены в одном стиле, но имеют отличия при работе. Ясное дело, что ничего сложного, купить все в отдельности, а потом накидать в коробку аккумуляторов не составляет труда. Суть была не в том, чтобы я типа показал, смотрите, как я могу напихать много аккумуляторов и сделать огромную суммарную емкость. Данное видео было просто разбором возможностей в покупке в нестандартной ситуации, когда по месту на подобные устройства цены сильно выросли, в Китае готовый вариант купить нельзя, а выйти из положения как-то нужно. Также при выборе желательно смотреть на то, на каком расстоянии расположены USB порты выхода друг от друга, чтобы подключаемые устройства не мешали друг другу и не блокировали соседний порт к физическому доступу. Понятное дело, что на размер простых штекеров рассчитаны любые подобные устройства. Но если к уже подключенному заряжаемому аппарату подключить не просто штекер, то могут возникнуть трудности, какие возникают у меня при подключении на заряд моего MP3 плеера. А еще я правда не могу сказать, везде и всегда ли так, но если к получившемуся Powerbank уже подключен смартфон с функцией быстрой зарядки, а нужно подключить еще одно любое другое устройство, даже если это будет обычный USB фонарик для подсветки, сразу же отключается быстрая зарядка у смартфона. То есть быстрая зарядка работает только в случае единственного подключенного устройства. Это странно и конечно же огромный минус. Также нужно обращать внимание на емкость, которую нужно будет как-то запихивать в Powerbank в потенциально ограниченное время, а также думать о цикличности в заряде и разряде. Ведь при большой емкости вы вряд ли будете его успевать разрядить до конца, чтобы вновь оставить на заряд уже разряженным. Как по мне, намного удобнее, когда один Powerbank используется, а второй гарантированно лежит полностью заряжен. Как только переходите на второй, пытаетесь зарядить первый. Еще одним значимым минусом является то, что USB фонарик, потребляющий слишком малый ток, не обнаруживается вовсе, либо Powerbank реагирует включением, но после нескольких секунд отключает такой фонарик. Что-то типа того, что вы просто нажали на кнопку для проверки оставшейся емкости, и Powerbank включается на несколько секунд только для отображения остаточного заряда, и после этого также отключается. Правда, с такой проблемой я сталкивался не только в случае собранных батарей, а и в тех, что продаются в литом корпусе с завода. Не лишним будет наличие экрана с возможностью отслеживания оставшегося заряда в процентах, и если вы думаете купить себе Powerbank, то я все же рекомендую купить его уже в готовом варианте. У меня теперь в использовании три таких устройства на 6000 мАч, еще один около 12000, и третий чуть более чем на 30000. И это намного удобнее, чем если бы был один такой аппарат, но на 50000 мАч. От того, который на 30 с плюсом 1000 смартфон со встроенным аккумулятором в 5000 мАч получилось зарядить 4 раза, и еще немного осталось. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, обязательно будут еще видео о разных девайсах, если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok